Через неделю уже первые ягоды пойдут. Они его охраняют. Вот. Чтобы его не трогать. Грибы и такая может начинаться. Нет, землянику мы же видели. На самом самом полянах я эти две тысячи. И он, скажем так, практически достоверно, что он языческий. То есть проблема в чем заключается. Вот если видите, вон у того дерева стоит идол. На самом деле, сколько его высота, не знает никто. Кабаны подрывали его несколько лет назад. Ну где-то метра на полтора вокруг него обрывали, там торчат плечи. То есть он ушел в землю довольно глубоко. Ну вот. А еще интересный момент. Вот это вот это само место. Если обратить внимание, вот здесь такая прямоугольная ложбинка. Она сейчас кажется, что сравнялась. На самом деле, она глубиной где-то вот так вот, нашли к лопату. То есть вот в 2010 году, когда я сюда приходил, она была жуткая жара. И в этот момент мы смогли вот это вот настолько все прожарено, что ее смели. И все дно уписано рунами. То есть это вот удалось мне посмотреть только в 2010 году. И тогда и только вот это вот. Обратите внимание, что сбоку, ну во-первых, в самом камне, вот чтобы такая дыра в центре была, она ровная со всех сторон. То есть она где-то вот такая, вот такая вот где-то. То есть это вот, извините меня, но природа сама так не сделает, не выкрыли. То есть, ну и плюс по всему, руну природа рисовать не умеет. А вот эта вот вещь, на мой взгляд, очень похожа на крылосток. Потому что если спускаться вниз, вот видите, кровь, например, затекает, и вот этим видом, если вы посмотрите, то очень похожа на кого-то мало ответа. У кого-то стоит. То есть, если внимательно смотреть на газ, то есть, значит, там нет. Но вот это сущий угол, фунтлон богов. Вот здесь стоит уехать фунтлон богов. И на самом деле, то есть это вот такое жертвенное место, к которому мы приходили. Я думаю, кстати говоря, это не сильно древнее место, потому что, ну, более древнее место я вам скажу. Это, наверное, где-то 80-е, может быть, 80-е, 80-е, 80-е и так далее. Интересно, что заключается в следующем. На самом деле, вот в соседней деревне Михайлов, в которой мы проезжали, в 73-м, по-моему, году проводили газопровод. И случайно наткнулись на кости человека. То есть, они достали огромный череп, раза в три больше, чем у любого из вас. Это было и официально. Вот сюда набежали журналисты, писали «Комсомольская правда» и прочее-прочее. Потом все это, череп один забрали, кости закопали, обратно ей и бросили. В 2003 году, после данной дубликации, опять-таки «Комсомольская правда» пришла с аркадистской экспедиции. Они взрыли опять-таки их захоронения, ну вот, и подняли кости четырех людей. Но главу семьи они подняли без головы, то есть самый большой здесь черепа. Ну, там была еще одна женщина и два ребенка. Одному где-то около с года, а второму лет с 15. Что-то так. Ну, вот они ориентировочно сделали. Интересно было, заключалось в том, что помимо того, что... Ну, отнесли они где-то ориентировочно под 15-16 век из захоронения, но интересно было у нас другое. Все люди были убиты ритуально. То есть у каждого человека череп был проломлен, и в нем находился кусок окаменевшей дерева. То есть им в голову убивали. Интересно, что это? Деревянные столбы. То есть это показывает, что это были шаманы. Местные шаманы, либо местные... Так, знатри или что-ли. Только они все, вся семья, в том числе и ребенок маленький совсем, были убиты ритуально и там закоронены. Ну вот. Мы не обещали показать место, но я пока туда не лазил, не очень, не хочется. Но, более того, вот по ним вот этим местам, на самом деле, местные жители очень не любят. То есть... Я прибыл сюда довольно давно, первый раз. Вот. Когда об этой студии текущуров практически никто не знал, и уже в тот момент я тут иду стоял, и все это, я спрашивал людей. Местные спрашивали, в том числе учителей, которые собирают фольфлоры, просто-прочит. Я говорю, вот давно появился? Вот это это, они говорят. И стариков спрашивали, он все время здесь стоял. Но сюда, люди, вот именно в это место ходить не любят. Потому что здесь страшная энергетика, здесь действительно энергетика смерти. Ну вот, на самом деле, то есть, сюда приходят только отморозки, ночевать, это вот, типа сутанистов. Я несколько раз видел вот эту дурку, ну вот, и разводить костры. Я, ну как сказать, я в свое время сутоком и занимался, и понимаю, и знаю какую-то одну вещь. Если не знаешь, как управлять, А это прям вот... Энергию более энергию, можно так заиграться. А как тут не вернется? Объясняйте, не так полезно, а не полезно будет. Но вообще, у меня есть такое предположение, что эта камера здесь действительно просто даст. Помимо рук, пусто уехала. Здесь есть такая фигня, мне так кажется, что здесь, скорее всего, и закрыли сохранение какого-то древнего мага, или колдуна, или как хотите, это по-разному можно назвать, ведуна и так далее, в зависимости от традиции народа, который здесь был захоронен. Ну вот, и в результате, вот эта вот каменная плита, это вот место, где общается с ним напрямую. То есть, вот этот вот идол как символ, а вот здесь вот, возможно, не только кровь, можно просто лечь, и под этим читая эти руны, или прочитывая эти руны, они просто так же написаны. Вполне возможно дойти ту связь с мертвыми, с которыми, собственно говоря, и задать нужный вопрос. В те времена телевидения не было, но люди знали о каждом родственнике все, потому что были немножко развиты совсем другие особенности организма человеческой, телевизионной, то есть, ну вот, я сам знаю, как это работает, и вполне можно этим пользоваться, просто сейчас люди обленились, у всех смартфоны. А так, вот, еще вот местные легенды, вот мальчишки вот особенно рассказывают, что они прибегают периодически к их дулу, а у них любовь к нему другая. Он вот мелкие желания, такие вот, ну вот хочу, например, там условно говоря, экзамен сдать, прибегут, главное обнять его покрепче, вон постучаться по нему, и вот это вот желание сбудется. То есть, вот мальчишки, они народ такой, бескомпромиссные, легкие и так далее. Они говорят, вот ступудо, блин, сбывается и так далее. То есть, вот, ну вот, как я только рассказал, господи, его, по-моему, сейчас вот, эти глаза, наверное, грудями женскими сделаны уже. То есть, настолько его протерли женщины. Ну, любят это. То есть, на самом деле, тут стоит копать, и с другой стороны, я не хочу вот разрывать всю эту поляну. То есть, почему? Рун, на самом деле, очень сильно истерты. Они считаемые, я есть фотографии, ничего страшного, но если они будут открыты, на свежем воздухе постоянно, я боюсь, вот эти вот станисты, разводя костры, они просто их, ну, сожгут. То есть, либо это делать изначально памятником, чтобы это было спрятать и так далее, и оградить от дураков. Ну, вот, то есть, это надо охранная какую-то вещь. Либо пусть вот так вот, замурованные, может быть, придет время, и кто-то расшифрует эти руны и так далее. Я, кстати, не специалист по рунам, я не знаю, к какой культуре они относятся, они бывают разные. Может скандинавской, может русской, то есть славянской, скажем так. Поэтому вот такая вот вещь. И вот... Варь, давай, или там пока народ не сбежал. Сохнили. Да, крутили западку, пожалуйста. Ну, во-первых, гряда идет действительно до места, причем она разветвляется. Там есть некоторые вещи интересные, каменоломни и прочее, но мы туда не пойдем, это физически, на самом деле, очень тяжело. Вот, вроде бы, здесь вот камни, когда я первый раз его увидел, думаю, во, красота какая-то. Уже такая вещь, камни, висящики и так далее. Олег, поверьте мне, мы сегодня увидим, там, наверное, раз сто больше камней, я вас просточу только по той, 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 по той. Ну вот. Причем прямо в комнату, сладая и сладая. Кто есть, тот есть. Кто не спрятался, я не виноват. Вот, видите, я вам вот расскажу вот про этот памятник. На самом деле он, наверное, более значимый, чем то самое вот капище языческое, которое мы там находили. Я думаю, что он, на самом деле, намного древнее. Это, очевидно, солярный знак. Вот это, очевидно, солнце. Скорее всего, он тот знак был луна. Но вот здесь вот, обратите внимание, вот эта вот пирамида. Если еще посмотрите, по всем краям этой пирамиды, вон такие деревья с капами стоят. То есть ограничители такие энергии, энергетики и энергии. Вон там дальше я покажу, там есть камень, огромная плита, на которой можно рассмотреть звездное небо, и в том числе, как располагались звезды на тот период. Там до сих пор можно при желании найти любое созвездие, которое вот, то есть там действительно очень много, все есть пищевино. Думаю, что когда в какой-то момент, не в какой-то момент, я практически уверен, что вот на этой вершине, собственно говоря, проводились основные шаманские ритуалы, а именно эти камни были такими символами, и, как это называется, ну типа Стоунхенджи, то есть раскладывали звездную карту, звездное небо. То есть одно, другое, как они перемешались и так далее. Раньше леса здесь, конечно же, не было. И поэтому здесь было такое открытое, равнинное место, которое вот смотрелось. Интересно. Еще такой маленький интересный момент. Я здесь танцевал, я здесь танцевал несколько раз, ну вот, с другими слоями мы танцевали, и мы решили камни послезти с мечами. Вроде бы безобидная такая игрушка, поставили свечку вон там в камнях, куда выше поднимлись и обхожусь. Ну вот, Знаете ли их фотографировать? На фотографиях стоят стоячие волны. То есть не просто в отпуске, а именно вот видно, что волна выходит безгибом из всех камней. То есть получается такое и дело, что то ли светом мы их выпустили световой волной, то есть они заигрались. То есть я много раз пытался в других местах что-то подобное получить, но не получается. Ни в Красногуляйских пещерах, то есть, а именно вот здесь вот, причем в разных местах, в разных местах стоячая волна получается. Еще такой был интересный момент с этим местом. Ну вот, за пятницу ночью мы здесь расставили свечи. Ну, темно. Здесь вот так вот лабирка такая. На самом деле, ветра здесь почти никогда не бывает. Я вот, первый раз здесь вижу, здесь ветер, то есть, сошли гнутся, а здесь тихо. То есть, ночью здесь тихо. Ночью, кстати, депутинка топлива. Видишь, как идти тихо. Но, свечи поставили вот на стол, вот на этот вот. И, у меня есть фотография, каждая свеча превратилась в силуэт уже. То есть, все свечи, вот так таялись, что превращались вот прямо в реально конкретный силуэт. Так, немножко жутковато, но, на самом деле, все равно не чувствовалось никакого страха при этом. Вот. вот. Теперь, объясняю еще из-за чего. снять вот свечи. Дело в том, что вот тихо вот раньше делали пирамиду, и прочее, и прочее. Вот эта вот гряда, если вот так вот посмотреть внимательно, она уходит дальше в Красный Гуляй, она точно так же уходит дальше в Рачеевские скалы, потом она уходит в конце концов на Самарскую Луку. По большому счету, я так подозреваю, что не подозреваю, но видно, что это старинный горный хребет. То есть, это его остатки, которые переработаны людьми. Но, дело в том, что песчаник, сам по себе, основание песчаника, это изумительная вещь по передаче энергии, информации. Я говорю, батарейки все у нас на основе кремния и так далее. Поэтому, я так подозреваю, что здесь был одним из пунктов, откуда просто велась передача информации между соседними племенами на большие расстояния. Но они не имели сколько телефонов, но извините меня, где кто находился, они все прекрасно знали, и чего откуда ждать. То есть, это было конкретно городище жильцов. Я говорю, типа в Тонхаде, может Архаима, но немножко другой структуры. То есть, здесь это все вырезано исключительно из местного камня и подстроено из этой местности. я думаю, что тысячи две-три лет этим местам точно есть. Знати здесь периодически встречаются, здесь очень, если внимательно лазить и смотреть, то можно увидеть и прорези, и глаза, и прочее. То есть, они, конечно, сильно затерты от времени, но, смотрите, это просто. Еще такая интересная особенность, вот в этих вот местах, даже не вот здесь, вот здесь камни более простые. Вон в той стране, я могу привести вас, очень много камней, которые напоминают животных. И животных, буквально, вот, череподезьяны, то такое здесь будет. Я сомневаюсь, что это были, как бы, ну, специальных так нарезали, и прочее, и прочее. Просто их туда сложили, очень похожие вещи. Ну, смысл их резать нет никакого. Но, сам по себе факт, что вот это вот все вот отдельно тоже сложено, очень интересно. И опять-таки, что они делали. В общем, из которого я его поднимаю. Вот, что он любит. Вот. Торрор. Немного. Очень нравится. Он любит. Он любит. Как разумеет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok